Около 50 глав государств и правительств сегодня прибыли в Париж, чтобы принять участие в марше солидарности с погибшими от рук террористов с 7 по 9 января. С призывом провести такое мероприятие выступили представители практически всех политических партий, религиозных течений, национальных объединений и профессиональных союзов. В Париже на улицы вышли около миллиона человек, около 4 миллионов по всей Франции. С места событий передает Елена Менкевич. Такое количество человек в Париже еще не собиралось по оценкам городских властей. Здесь сегодня около миллиона парижан. Всем приблизиться к площади республики, откуда начался марш, не получилось. Толпа настолько огромна, что блокировала все прилегающие кварталы. И, судя по всему, это не совсем традиционный марш, поскольку людей так много, что толпа практически не двигается. Сегодня здесь представители самых разных национальностей, религиозных и политических взглядов отказались принять участие в марше только представители крайне правой партии «Национальный фронт». Один из ее лидеров, Жан-Мари Лепен, заявил, что произошедшие теракты стали признаком падения безопасности Франции. И обвинил в этом власти страны за последние 20-30 лет, которые позволили массивный наплыв мигрантов в страну. Впрочем, если говорить о безопасности, о страхе людей, то страх здесь сегодня никто не чувствует. Люди пришли, чтобы выразить свою солидарность с погибшими журналистами и полицейскими. Я здесь за тех, кто погиб. Это мой способ выразить свое почтение. Я полна грусти, но нужно попытаться изменить вещи. Нужно прежде всего сказать, давайте попытаемся изменить происходящее, попытаемся восстановить социальные права, попытаемся остановить правовое неравенство. Для меня именно это национальное движение, чтобы все жили в обществе с одинаковыми правами. И здесь нет вопроса религии. Я здесь потому, что я против насилия. Нужно, чтобы каждый человек изменил самого себя. Если не изменится каждый, ничего не изменится. Стоит отметить один очень значимый момент. Это то, что участие в этом марше принимают не только французы. Сегодня сюда, в Париж, приехали представители главы государства, а также премьер-министры примерно 50 стран. Помимо соседних европейских, Италии, Германии, Испании, Великобритании, здесь по заявлению Елисейского дворца также премьер-министр Израиля и лидер Палестины, а также рядом других исламских государств. Этот марш совсем не похож на обычную манифестацию. Никто не скандирует лозунги. Лишь время от времени люди начинают спонтанно петь гимн Франции. И когда один кто-то запевает, все остальные поддерживают. Позже толпа аплодирует. Очень многие пришли сегодня сюда с плакатами, выражающими солидарность. На многих плакатах нарисованы карандаши и ручки, как символ остроты журналистского пера и при этом абсолютной беззащитности перед оружием. Елена Минкевич, Николя Фильоль, Франция, Париж.